Ну что, друзья, Новый год и новый вы. В сегодняшнем видео 5 новогодних решений, чтобы сделать 2018 великолепным. Больше заботьтесь о своем теле. Начните лучше понимать свое тело. Я не про то, чтобы вы шли в зал. Я уверен, что вы и так тренируетесь. Я говорю про поход к врачу. Пройдите ваше ежегодное обследование, ходите к донтисту каждые полгода, обращайте внимание на свой сон каждую ночь. Зачем вам нужна эта информация? Ведь когда вы пойдете к доктору, у вас возьмут кровь на анализ, измерят артериальное давление, соберут всю необходимую информацию, которая сформирует вашу базовую линию здоровья. После осмотра стоматологом эта информация пойдет туда. Информация о качестве вашего сна пойдет туда же. И к чему вы придете, сопоставив средние показатели? Вы поймете, почему началась депрессия, почему я так часто чувствую упадок сил, что пошло не так? И вы посмотрите на все физиологические показатели и будете лучше понимать, что происходит с вашим организмом. В некотором смысле, да, это психология, но в большей степени физиологические показатели можно скорректировать, например, едой, которую мы потребляем, ведь вес может меняться все время. Вот лично мой случай. Я скрипел зубами, когда спал. Я рассказал моему зубному об этом. Это началось, потому что я приостановил тренировки. Был большой стресс в делах моей компании. Он предложил возобновить мои тренировки и еще лучше питаться. Я послушал его совета, и совсем быстро я перестал скрипеть зубами. Я обратил на это свое внимание, потому что это выходило за рамки моей нормы. Я это заметил и решил эту проблему. Поэтому чем лучше вы понимаете свой организм, тем больше понимаете, как за ним ухаживать. Второе решение – застрахуйте свою жизнь. Если у вас есть дети, если вы женаты, если вы взяли ипотеку, если у вас есть бизнес, вам нужно страхование жизни. Почему? Подумайте о том, что произойдет, если неожиданно вас не станет. Я застраховал свою жизнь, потому что я и моя жена хотим, чтобы наши дети закончили колледж. И да, меня может не быть рядом. У них и так будет достаточно забот. Мы хотим, чтобы они не переживали за финансы. Чтобы моя жена не переживала за деньги через год, два, пять лет после моего ухода. Я хочу быть спокоен, чтобы обо мне вспоминали и говорили, что он думал наперед. Он позаботился о нашем будущем. Третье решение – создавайте хорошие взаимоотношения. Мужчины довольно плохи в этом. Как говорят, женщины помощь принимают, а мужчины лучше умрут. Это было бы забавно, если не было бы правдой. Друзья, мы перестали строить отношения после окончания колледжа. Как будто мы перестали общаться с другими людьми. Как я говорил раньше, вы тот, кем вы себя окружаете. Вам нужно окружить себя мужчинами и женщинами, которые будут воодушевлять вас, с которыми у вас будет прекрасное общение. Итак, как же построить эти хорошие взаимоотношения? Вам нужна система. Вот возьмем, к примеру, церковь. Что происходит? Утро, воскресенье. Все садятся на определенные места. Даже, можно сказать, разбиваются на определенные группы по скамьям. Если задуматься, это уже система. Это вы можете применить и в своем бизнесе. Это очень здорово поможет наладить отношения в вашей индустрии. Выберите удобный день. Выберите время. Выберите место и назначьте встречу. Также и с учебой-группой в университете. Назначьте место. Оно может быть как физическое, так и виртуальное. Все, что вам нужно, это система. И я так делаю, чтобы быть в лучших отношениях с моими друзьями. Систематически, когда я за рулем, это где-то 30-40 минут. И по списку в телефоне я звоню людям. Иногда получается поговорить с парой человек, иногда просто оставить сообщение. Что происходит за это время? Оставляю ли я сообщение или здорово пообщаюсь по телефону? В течение недели каждый отвечает мне, и я общаюсь с ним это время. И вот так я справляюсь с поддержанием хороших отношений с людьми в моей жизни. Это важно. И графикация ваших финансов. Получайте удовольствие от сохранения и зарабатывания денег. Так вы можете сделать небольшую заначку, которая даст вам некоторую свободу. Друзья, вам нужно оставлять некий финансовый запас. Так вы сможете рисковать. Ведь люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, лишены свободы бросить нынешнюю работу и перейти на другую, где меньше платят, но она более перспективная. Поэтому они даже не пытаются. Так как же начать откладывать? Настроить себя на это, чтобы наконец-то появился запас. Некая заначка. Вам нужна игрофикация. Играфикация, снова, забавная система. Каждый раз, когда вы достигаете какой-нибудь цели, откладывайте какую-нибудь копеечку. Чтобы понимали, игрофикация — это не всегда связано с высокими технологиями. У меня есть друг, у него стоит пятилитровая банка. И когда он приходит домой, мелочи с кармана высыпает туда. Раз в месяц он переводит на свой счет. Главное в том, что вы видите прогресс. Я знаю людей, которые физически это отмечают. У них висит доска, например, на кухне. Наглядно отмечая, что они потратили сегодня, и итог за месяц. Они наслаждаются этим. Что касается меня, мне нравится делать это в электронном виде. Для этого есть куча приложений. Вы можете просто скачать на свой телефон, синхронизировать со своими сбережениями. И вы не только будете их видеть, а еще и управлять. Просто открыв приложение и наглядно отслеживать вашу прибыль, куда вы потратили деньги, сколько еще нужно потратить, а что вы можете отложить. И вот, что я подразумеваю под игрофикацией. Вы можете сделать это просто. Вам нужно отслеживать прогресс, чтобы было просто и автоматически. И вскоре вы увидите, что дивиденды растут. Пятое решение. Установите границы. Я не говорю, что вам нужно закрыться в рамках или их расширять. Вы должны понимать, где ваши границы сейчас. Большинство людей даже не представляют. И после этого принять решение, хотите ли вы их открыть или остаться в них. Я обнаружил, что большинство людей все-таки их оставляют. Потому что так проще придерживаться своей позиции. Что касается моих границ, я все-таки их придерживаюсь. А я говорю нет многим возможностям. У меня были предложения открыть бизнес в Канаде, в Южной Африке и в других частях мира. Но всем им я сказал нет. Потому что я задумался, как я могу оставить свою семью. Ведь я могу провести время со своим сыном в тренажерном зале. И еще сходить со своей дочкой на каток. Все это очень важно для меня. Потому что мои дети еще маленькие. Я хочу проводить утро со своей женой за чашкой кофе. И очень простой способ взглянуть на вещи для меня. Если я сомневаюсь сказать «да», я определенно говорю «нет». Эта стратегия позволяет мне сразу отрезать все лишнее. Многие из вас ищут себя в обществе, в границах, в проектах. Вы переживаете. Вы даже не знаете, сколько у вас это займет времени. Сделать то, чего вы и не должны делать. Итак, убедитесь, что вы знаете свои границы и вы их установили. Ну что, друзья, теперь ваша очередь. Напишите в комментариях, какое новогоднее решение вы примете в новом 2018 году. Что реально оказалось подходящим для вас. Что вы собираетесь изменить, чтобы жить жизнью, которой хотите. Продолжение следует...